Доброе раннее утро, други мои! Продолжаем катать EVA TRACK SIMULATOR 2 версии 1.43. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня производит и где я нахожусь? Нахожусь я в городке Сартовала, это близ финской границы. Так, и путь нам лежит в Нижний Новгород. Есть уже груз и это, ребята, реальная экономика. По этой реальной экономике нас таскают вот такой красавчик. КамАЗ 5410 с дизелем. КамАЗовским, модернизированным, накрученным. Евро 4740. Ранее был 400 лошадиных сил. Накрутили до 500. Вот такой красавчик. И состыкованный этот двигатель с коробкой ZF 12 ступенчатая коробочка. Так, внешне этот КамАЗ постарался быть таким чисто аутентичным. Да, в свое время, когда КамАЗ выпускался, не было вот таких красавых, пусть даже не крашеных спойлеров, солнцезащитных козырьков таких. Ничего этого не было. Так, в целом, все соблюдено при реставрации. Ничего лишнего не накручено. Даже диски старые КамАЗовские. Все это осталось. Ну, такие дудки, я уверен, на КамАЗ-ты и не ставили нифига. Так, по кабинке. Все чисто. Все как должно быть. Три сидухи. Моя извечная сумочка. Так, я уже позавтракал и я готов к выполнению задачи. Так, значит, что такое реальная экономика? Это мод, который я тут поставил. Он меняет размер выплаты вам за выполненную работу. Меняет стоимость за паромную переправу на заправках. Делает их ближе к реальным цифрам. То есть, и заработок, и ваши затраты, и повреждения грузовика, они становятся более реальными. Да, конечно, не совсем такими, как хотелось бы в реальной жизни. А может быть и хорошо, что не совсем такими, потому что это все-таки игра. О, нам в соседний двор переехать надо. Хо-хо-хо. Так, сейчас, я не вижу, я там выйду, нет. Там, вроде, выезд там есть. Ну да. Окны, если еще. Есть восса. И? Так, здесь я хорошо постоял, отдохнул. Я уже позавтракал. Когда вам нужно, развернитесь. Не надо развернуть. Постоял, попил кофеек. Я надеюсь, я не ошибся. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Да нет, все нормально, тут можно вон выезжать. Можно, в принципе, на дорогу, можно сюда. Так, стоп. А! Мнеж на лево, ёб-та. Блять, на какой налево, ссссс. Да ёб-та. боже что ты тут исполняешь так надо вот вот тут да надо ее мое как ты смотришь ну вот так вот вот так вот запозарился и проехал вообще прибыли конец пути так а кстати знакомый дворик вот за этим зданием вот справа которого они там нет ничего день эту вон там есть 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 я как-то в этом профиль только не помню в какой версии я по моему приехал сюда на каком-то зимой зимой я сюда что-то приехал я стоял там короче ночь вот сейчас показал так 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 вот у нас топливные фильтры 12 тонн едем великий новгород господин великий новгород платят неплохо цена за километр сладенькая очень даже сладенькая так как так давайте посмотрим вот штаба летлана груз надо тут не получится надо грузить и раз я зачекинился это не просто выбор общего груза по всей карте все готово приятной поездки так все понял приятной поездки да подожди вернулись когда будет возможно да 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 мнение маршрута да ты сейчас меня тут напутаешь галинка поверните на право гола дорогая на какое право я прицеп забираю свой муж поехали усел порядке все по красоте башка закружилась твою мать все нормально так о-хо-хо навигацию смотрим надо всегда осмотреть навигацию такая зараза она всем заразам зараза так едем вдоль границы ладогу обходим по западу едем в сторону питера так через приозерск так мы по пути что-то сможем открыть нет так 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 что тут у нас такой тысяч тысяч так и должно быть так через колпина едем я здесь я не заеду сюда да как тянуть тебе надо нет ты все равно модовые траки берешь поэтому тебе пуфила поехали так времечко пятый час времечко пятый час надо выезжать так пятый час надо выезжать поехали лучше выехать пораньше все равно летом как было допустим вот я сам по себе знаю что после четырех часов уже и спать как бы особо не охота поиск нового маршрута да какой нового холин плении нового маршрута ты мне сейчас с ума сведешь тарах сеть будешь не поверните на право все будет путечка гала дорогая так тут выезд очень узкий машин нету поэтому спокойно выходим на встречную полосу и то сука проскочила по бордюру понятия а если на классике ехать на американская ты представляешь когда тут рулить ты выше да пофигу будем рулить так вот я предпочитаю вставать пораньше что летом сейчас погода хорошая ну как тепло классно красиво да я предпочитаю вставать пораньше потому что вот вот по себе знаю что солнечную яркую такую погоду утром солнце рано встает в четыре в пять часов все уже светло уже солнце встает уже все уже спать неохота нифига толком выходной день скажем блин поспать подрыхнуть будет а куда там о чем такое говоришь какой на хрен подрыхнуть ухо красота поэтому лучше пораньше выехать и лучше пораньше встать на отдых потому что тоже быстро как не уснешь но хотя как как устанешь можно и в десять вечера вырубиться но тоже опять по себе скажу что летом это не то что зимой когда уже в шесть часов уже темно а всем так уже вообще хоть глазками летом то в это время светло 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 и в одиннадцать еще светло не то что уж в десять приходится чтобы нормально лечь спать приходится вообще шторы закрывать на окне желательно конечно чтобы шторки были достаточно плотными когда можно нормально уснуть у меня в комнате тихо 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 зараза в комнате в которой супруги спим она как раз окно выходит с балконом на вечер и получается на солнечную сторону и на закате летом солнце лупашек прям в окнах а если что жара хорошая то все равно приходится закрывать окном шторами чтобы воздух в комнате не нагревался с открытыми шторами воздух нагревается другая комната у меня выходит в двух комнатах квартиры я живу мы все идем вторая комната выходит на солнце как раз с утра получается другая сторона если в жаркую погоду вот когда летом шара пекла до шторы не закроешь в комнате духа тени вообще невозможная просто горячий воздух нагревается а что разокроешь темные портеры такие зал нас классные вот в этой комнате которая вторая шторки закроешь и вообще все отлично за полдня вот эта комната так так не накрывается я конечно лето люблю но блин вот чисто по температурному комфорту мне летом некомфортно значит будешь ходить в отпуск в январе феврале или в октябре ноябре да ладно хрен с ним февраль март тоже подойдет апрель ты вид водку теплую любишь и потных баб не пойдешь в отпуск в феврале и папа не под и водка холодная она такая борода ты такая шуточка такая борода еще из 70 годов наверное если еще не больше помню помню благословенные 70 но больше помню вот детство 70-х годах я не не то что больше а именно вот как раз больше помню уже даже вот начало 80-х конец 70-х начало 80-х годов брюки клешоные другая но не в школе был диван повродницын так он взял сам я не знаю он наверное вот когда уже школу закончил вот наверно он партным стал каким-нибудь потому что он тогда сейчас скажу это в классе четвертом наверно он тогда был третьим он сам распорол джинсы и сам аккуратно глядь у него получилось да в классе клуб нет в классе четвертом был тогда потому что мы где-то наверное тогда были в классе первым третьим получаться на год старше меня учился ну либо третий ну либо третий либо четвертый он сам распорол джинсы ну это капец ну правда распорол и ушил их впритык и сука такие дудочки стали у него я вот это хорошо помню димон повродится он сам такой худощавый такой вечно улыбался такой пацан такой вечно позитив короче говоря я люблю таких людей вот мне такие люди нравятся вон чтобы не случилось он а все с улыбкой у него нормально да такие люди живут дольше и живут веселее хочу ходить на идем все плохо все плохо ё-моё все плохо а чё толку то от того от этого нытья ну ты лучше жить что ли станешь или ситуация политическая страна поменяется нет ты богаче станешь нет если ты ничего не будешь делать допустим да тут ты останешься ровно в том месте где будешь стоять то есть где где ты подумал что ничего не хочешь делать вот на том месте ты остался да не скажу я что там какой-то там я супер успешно там работящий да не это простой человек работяга ну вы понимаете не боги горшки обжигают не всем там в бизнесе ворочать вешеным деньгами да ну приготовьтесь к повороту направо для этого вот для бизнеса надо какой-то особый склад ума поверните направо не скажу что бизнесом кто занимается вот из моих знакомых это супер талантливые люди да ни хрена подобного просто это люди боленько по-другому мыслить чем обычный человек обыватель другими категориями мыслят они мыслят выгодно не выгодно рентабельно не рентабельно как это пойдет не пойдет ну иногда от этого становится немножко жутковато как бы в том плане что а как же люди как бы чик как же человеке ну ну наверное есть бизнесмены и другие у которых не все человеческое берется деньгами и прибылью все же я верю что в свете той ситуации что сейчас происходит я все же верю что победит добро но не может быть такого чтобы вот чтобы господь создал нашу землю для того чтобы чтобы мы тут все в ядерной катастрофе всех другого поубивали ну блин ну ну нет но не может быть такого ну не для этого он землю создавал но я так полагаю что в этом году многое поменяется очень сильно и очень многое либо мы выдержим и поменяется мировой порядок либо нас согнут сломают великий гегемон с белоголовым орлом стервятником падальщиком не орел стервятник падальщик да у них он станет еще сильнее и тогда тот кто с надеждой смотрел на нас что мы справимся и потом уже после того как мы справимся уже знаешь такое ставлю на победителя кто победит но подойдет двухглавый слава тебе господи справедливость восторжествовала значит мы примкнем к россии ушки матушки победит падальщик белоголовый ну не сдержала россия пока поживем под пятой падальщиков держитесь левее затем съезд справа съезд справа на мы живем ребята время великих перемен радуйтесь и гордитесь что это все видите впрочем как и сто лет назад двадцатые годы была гражданская тоже было время великих перемен время великих строек держитесь левее ты молодец а мог бы маленький переместиться время великих перемен да говорит так же как и сто лет назад гражданская передел мир сколько вот интервенты белая армия вместе там с кем они там господи там со всей европой мать ее против нас вставали и что все опиздюлились вот извините за мой французский и все ушли всем люлей навешаны всем и англичанам американцам и кого только там не было господи всем всем люлей навешаны и что потом в итоге сделали сука только перестроиться перестраюсь давай и что потом все пришли заключать с нами договора весь белый свет вместе с америкой сначала не хотели не хотели признавать советскую власть потом признали открыли посольство потому что сотрудничать и как-то жить в этом мире договариваться надо но конечно такая дипломатия которая вот раньше была и потом далее сороковые 50 и 60 и 70 еще восьмидесятые годы даже да нет пожалуй 90 уже все равно не то вот какая дипломатия была тогда это конечно не читая сегодняшний там хоть какое то уже не было да мы считали с врагами была холодная война но было уважение вот то что сейчас американцы позволяют себе держитесь ли такого белый дом себе раньше не позволял и мы крайне уважительно относились дабы говорили они нас назвали это в россия возле зла бла-бла-бла мы там это империалисты там душегубы вампиры кровососы да таких только не называли там проклятый американцы там айка смотри но все равно было уважение в переговорах в дипломатии высылали дипломатов только не просто какие-то санкции вводили да там была поправка джексона веника веник сука да по которой нам запрещалось ну не могли мы нормально купить по общим на общих основаниях так сказать высокие технологии если нам что-то продавали блять в три дорога продавали суки ну извините такова солявея ну и приходилось покупать а куда ты денешься не нравится пиши заявление ёбл вот такие брат дела а сейчас вообще какой-то беспредел творится вообще не понятно чё держитесь левее сока держитесь правее затем съезд справа съезд справа бывает и такое держитесь левее а когда мне надо уже вот-вот поворачивать держитесь правее и куда я провиня держаться ты должен пришлось оттормаживаться там пришлось сканью пропустить а чуя мне и подрезать и некуда было и выйти вперед я уже не мог держитесь левее так здесь страшная так смотрим куда мы сейчас поедем здесь у нас заблокировано все так это что там получается прямо нельзя мы сейчас направо пойдем и что тут я сейчас крутить придется как-то назад потом еще и где-то вот здесь объезжать надо будет уже так ладно твою мать так приходится поворачивать направо блин ищу новый маршрут так на разворот сейчас меня да я так и предполагал что туда на разворот я зря вышел надо правой полу держать правее затем съезд справа съезд справа с 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 Так, сейчас. Прямо. Ага, вижу. И там по кольцу, поэтому. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Держитесь правее. Затем съезд справа. Съезд справа. Угу. Все правильно. Нам сюда. Так. Надо ехать дальше. Дальше получается сейчас. Раз здесь у нас закрыты, развернулись. Едем дальше. Держитесь правее. Затем съезд справа. Угу. Съезд справа. Угу. Уже съехал. Расчет нового маршрута. Поехали по-новому. Поехали по-новому. Надо навигацию смотри сначала. Счет 200 км. Приготовим. Так. У нас чё-то платная, что здесь такое. Так. Это чё я на платку вышел. Сука такая. Продолжение следует... 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 Вроде поворот безобидно С таким наклоном Может я перебросил с мягкими настройками Да, я думаю нет Так, можно 90 Давай тогда 11 передачу Ну что, ехать недалеко? Да ладно, давай наверное уже Наверное, наверное Так, секундочку Чего мы тут гадаем? Я обычно как смотрю? Так, в четверг Сегодня четверг А по времени, ой, только к полуночи То есть у меня, в принципе, я легко могу Зайти и откушать Куда-нибудь так Что у нас по навигации есть? Ну тут по магистральке Тут ни хрена нету Так здесь нет ничего? Здесь ничего нету Нету, нету, нету Нету Надо будет только отсюда выгрузиться И скажем, либо на заправку заехать Отдохнуть По топливу Сейчас посмотрим, что у нас Да, топливо Топливо, топливо Более, топливо-то слушать Что-то Что-то я опять как-то Это, погорячился Насчет топлива-то А его близко-то и нет Нигде А, вот заправка Короче, сейчас сюда заезжаем И на обед Все Эй, 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 эй Эй, ты куда? Не надо нам сюда Так, так Это проезжаем Поворачиваем направо И заправка справа Все понятно Начинаем движение Да, начинаем, начинаем Заеду заправлюсь И заодно пообедаю С выгрузкой я нормально Вообще отлично успеваю Так, блин Что-то мне слушать Такая тема не очень нравится Все-таки Я, наверное, переборщил С настройками подвески Давай, наверное, мы Наверное, мы Поправим Так, устойчивость грузовика Давай чуть-чуть Ну вот Ну хоть как-то так Слушаю, что Ну прям уж КамАЗ Ну не совсем уже Ватный такой Устойчивость прицепа Жесткость Не, подвеска Пусть будет мягкая, наверное, да? Жесткость подвески Жесткость Амортизаторов кабины Ну чуть-чуть Ну и посмотрим Понравится или нет Хорошей работы Ох, ёпт Эй, эй, эй Ну, в принципе, на скорость Под сотню Домой, если вот так вот рулем Мотануть Наверное, КамАЗ Будет себя так вести Если ты не улетишь Нахер куда-нибудь уже КамАЗ и под сотню Хо-хо-хо-хо Не забываем У нас Нафаршированный Четырехсот сильный Ныне пятисот сильный А так Евро-4 Дизель КамАЗ Эх, что не говори, конечно Европейские грузовики Намного комфортнее, чем американцы В плане В плане движения В плане Вот Именно в плане работы Не в плане быта Вот огромная спалка Да, это вообще супер Вот на отдыхе Да Все, красота Но, блин Вот в плане работы Европа И в плане обзорности Вот именно в плане работы Да, вот Европейские траки Они вне конкуренции Короткие Маневренные Ну, опять же С американскими Просторами Нахерем Такие короткие Грузовики Да, вот так вот Там такие ветра Болях Обуха Бывают Европа Чем Вся Вся В горах Вся В мостах Вся В лесах Каких-то А на Вайоминг Выйди Городкая Европейская Фура С 16-метровым Прицепчиком И что там с ней Будет Хорошее Дуновение Ветерка И нахер Разворачивать Начнет сразу Если уж разворачивают И опрокидывают Длинные Американские Траки С длиннющими Там у них Не 13 метров У них же Большой По-моему Метр По 16 Наверное Тоже Фуры эти Здоровенные Американские 53 фита Сколько это будет Там обычная Обычная Драйвен И РФ У них Идут Стандарт Обычный Такой Да Вот все Идут 53-ки Есть 48-ки Да 48-ки Обычно Они Идут Тюнингованные Длина 48 фит Держитесь Правее Затем Поверните Направо И обычно Их ставят Ну Уже Берут Такие Прицепы Фуры Или Драйвены Берут уже На тюнинг И Подвеска Подвеска У них Мосты Топливо Заканчивается Да Я знаю Мосты На прицепе Идут Спредексельные Спредексельные Раздвинутые Вот Штюнинг Ребята Вы Не знали Что Там Уже Получается Такой Кастом С Алюминиевыми Бортами Полированными Лакированными Крашенными Рефовская Установка В цвет Кузова Крылья На прицепе Красотень Вообще Полнейшая Такие вещи Конечно Стоят Серьезных Денег Нам торопиться Особо Некуда Поэтому Мы Заезжаем На заправочку Сейчас Заезжаем На заправку Сами Быстренько По Педаем Так Слушай Брат Так А слушай А где Мне здесь Здесь Наверное Я и Пообедаю Сукинкот Вот так Удобно Вот Блять Вот Вот как Вот Сейчас Надо мне Чтобы Заехать Туда Вот Чтобы Мне К ману Туда Встать Мне Надо Либо Выехать На дорогу И потом Назад Сдавать Либо Сейчас Сдавать Назад А за мной Уже Сука Очередь И я Ничего Не Сделаю Твою Ж Мать А Да Нахуй Заправляюсь Да И поехал Я Не буду Я Обедать Сейчас Ну Не Получается Блин Видишь Как Я Ну Где Сейчас Я Как Встану Мне Там Не Встать Нихрена Сикась Накась Сука Так Стоимость Сем А На Общие Сем Это Еще На Семнадцат Косаре Заправился Мам Дорогая Ну Блять Да Ну Нахер Не Знаю Мне Чуть На Заправке Тут Не Хочется Жрать Вставать Изменение Маршрута Поверни Не знаю Там Кафеха Какая Там Вряд ли Что-то Есть Горячее Я Не знаю У меня Конечно Есть С собой Бутеры Ну Блин Слушай Я С Четырех Утра Я Встал Я Позавтракал Я БЫ Хотел Что-то Горячее Конкретно Такое Поесть А на Заправке Вот На Этой Бес Кафехе Так Аккуратней Так Вроде Прямо Пока Welcome To Grand Новгород Так И Че Я А Все Вижу Симафор 41 Синий Здесь В ДТС Кстати Часто Их Встречаешь Держитесь Левее Затем Поверните Налево Поверните Налево Пока Красные Красные Зеленые О Я Почти Приехал Так Значит Сейчас Доеду Оставлю Прицеп Держитесь Держитесь Правее Затем Поверните Неправо Ту остановку Где я присмотрел Поверните Зараза Не успел Где я присмотрел Значит Я туда И поеду С таким запасом Что-то ни хрена Тут зарулил Приготовьтесь Поверните 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 81 Экспириенс Так Сейчас Направо Поехали Продолжение следует Аккуратно Не спеши Перестраховываешься Ай Красавчик Ай Красавчик В случае Вас Омолодец Нормально Ну куда лучше Так Превосходно Где моя награда Так Ага Все Свои обещанные Я получил Энтузазист Энтузазист Так Так Давай дальние дистанции Прокачаем Немного Потом снова Дорогостоящие И потом уже все Остальные Адр смотри Пока не открывает Опасные грузы Ух ты какая Что у нас тут Мы можем Помочь вам В развитии Так Кстати В развитии Если мне взять Кредит Прямо вот Слышу Как сейчас Завусмехались Ха-ха-ха 23 миллиона Ебанусь Нет Вот минимальный Допустим 8 миллионов Скажем Да Мне этого Хватит Так Вот надо Сейчас Посмотреть Срок Семь Бла-бла-бла-бла-бла Ежедневный Платеж Кстати 12 тысяч Я сейчас Обычный Груз Взял С утра Пораньше Выехал Я больше Сороковника Заработал 45 С копейками В принципе Это возможно И возможно Даже хватит На прицеп Но Есть одно Но Так Сейчас Ха-ха-ха-ха Покупка Грузовика Вот Ох ты Батюшки Вот он Краса А Загрузился Вот что Я хочу взять Он стоит 3,5 миллиона И возможно Мне хватит На прицеп Ну блин Какой я прицеп Возьму К нему Какой я прицеп Возьму Так Все Пятый уровень И мне Можно покупать Прицеп Да Какие Драйвен Вот этот Обычный Да Вот Мне от него Вообще Какой этот Рог Никакого Зеглан Контейнеровоз Платформа Сука Тоже Дорогая До Тралов Мне Еще Далеко По уровню Мне их Не взять Блин Стоит Или не Стоит А Или Лучше Пока Не Лезь В кредиты Так Давай Мы Это Все Дело Обмозгуем Так Вот Наверное Сюда Заехать Да Я Заправился Сейчас Возвращаюсь Назад Сюда 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 И Налево Блин Ладно Так Зажигание Ох Как он Заводится Классно Так Ближний Так Окно Поднимаем Так Ага Вон Вижу По Навигации Ну Да Сейчас Снова Налево Надо Так Подожди Блин А как Посмотреть Мы можем Здесь Повернуть Здесь Подмосток А наверх Либо Отсюда Только Сюда Либо Отсюда Сюда Здесь Четыре Полосы Давай Давай Направо И На Свою Сторону Мы Выйдем Не Будем Выезжать Сюда Нафиг Не 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 Поедем Лучше Сюда Объеду Немножко Простите А то Если Мало Ли Чего Мало Ли Чего Придется Ехать Опять В Объезд Черт Пойми Хрен Знает Куда Сейчас Спокойно Направим Поверачу И Посмотрим С той Стороны Где Я Хотел Слева Выехать Можно Нет А Да Тот Светофор Тут Можно Ну Вот Отсюда Я Бо Выехал Ну Да Ладно Ничего Страшного Как Кажется Туда Сюда Сюда Так Вон Там Направо Надо Сейчас Будет Сделаем Часовой Отдых Да Конечно Не По Нормативу У меня Будет Рабочий Длин Длинноватый Ну Что Делать Друзья Надо Как-то Зарабатывать Денег То Чего У Мне Тут Ну Да Больше Пол Миллиона Как Будь Деньжат То Есть Ну Я Думал Там Сука Нахуй Туда Поехала Ну Лошара Там Впритык Так Стоит А Ё Так Ладно Давай Налево Тут Тут Гараж Тут Нам Не Надо Круг Галя Тут Намотаешь Болит Надо Было Прямо Ехать Так А что Нет Мне туда Не надо Надо Вот сюда Налево И потом Снова Налево И сюда Налево Вы Че У меня Парни Пропускайте Что Ли Капец Ну Бывают Вежливые Люди Не Только В спец 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 Операциях Налево Налево Остану Операциях Будет Груз Отдыхаю Пару Часов Я Наверно Даже Возьму На пару Часов Номер В душ Схожу Все Дела Вот И По красоте Кто Красавчик А я Красавчик Значит Так и Сделаем Сейчас Посмотрим Если Что Пару Часов Отдохнем Так Время У нас Полови Господи Без 20 Час Так Час Два До Двух В принципе Я и покушаю И схожу В душ Так Так Да Вообще Без Проблем Ба Вообще Без Расправляем Так Отдохнем Ну может быть я сегодня чуть побольше поработаю Не как обычно там 6-7-8 там Ванки Лягу Может можно и подольше поработать Но опять же я повторюсь Если будет хороший рейс Так Ну что ж друзья На этом серии это закончено Спасибо всем За просмотр Оставляйте комментарии Оценивайте это видео Обязательно Переходите по ссылке Под этим видео На мой второй канал Нарутуб Если Ютуб Закроют Как вы все Наверное Об этом слышали Да не Наверное А точно Если Ютуб Закроют Чтобы нам с вами Не потеряться Заходите Подписывайтесь Будем встречаться там Если Сие Произойдет Если Ютуб Закроют Ну что ж Всем спасибо Всем пока Всем жму руку Обнял Поднял До новых Волнующих Субтитры